Продюсеры интернет-платформы Netflix могут наконец-то поздравить себя с тем, что не ошиблись в выборе. Первый турецко-американский сериал «Защитник», что называется, зашел зрителям. Уже на четвертый день показа количество стран, в которых проект попал либо в тренды Netflix, либо в популярные, увеличилось в разы. Среди них, разумеется, Турция, вся Латинская Америка, Германия, страны СНГ. Но самое главное, что сериал попал в тренды во Франции, Великобритании, США. То есть он стремительно становится полноценным хитом. Кроме того, сериал не только сам попал в тренды Netflix, но и втащил за собой популярный фильм «Декий мёд». Зрители захотели продолжить знакомство с Чаотаем Маусоем там, где этот фильм доступен для просмотра. Netflix обладает ограниченной лицензией и не показывает его во всех странах. Еще одним свидетельством успеха являются данные сайта TV Time, который, имея базу в 10 миллионов пользователей мобильного приложения по всему миру, предоставляет данные о том, какие сериалы в настоящий момент растут быстрее всего. Пользователи ставят пометку о просмотренных шоу и обсуждают их на сайте. И на этой неделе «Защитник» возглавил этот престижный список. Кроме того, он имеет отличные оценки у аудитории ИМДБ, особенно у молодежной, для которой сериал и создавался. Она выставляет «Защитнику» высочайшие баллы, которые для ИМДБ большая редкость. Учитывая, что производство турецкого сериала Netflix обходится в разы дешевле, чем производство того же качества в США, успех «Защитника» означает серьезные изменения в стратегии интернет-платформы, которая стремительно закрывает свои американские сериалы о супергероях. Похоже, Netflix пришел в Турцию всерьез и надолго, сделав ставку на зарубежное производство своей продукции. Мы не удивимся, если в ближайшее время будет объявлено о запуске десятка новых совместных проектов. Компания стоимостью 100 миллиардов долларов по мелочам размениваться не будет. Разумеется, главный вопрос, который задают зрители – будет ли второй сезон «Защитника»? И если будет, то когда? Ответ на этот вопрос порадует поклонников проекта – второй сезон уже снят. Кроме знакомых нам актеров Чаатайо Лусоя, Айчи Айшин Туран, Хазар Эргючлу, Акана Ялобыка, Сайгына Сайсала и Мурчен Тирзеоглу, в нем приняли участие новые герои. В частности, к команде присоединится Энгин Астюрк, который сыграет старшего брата Хакана Левента, а также Буран Кузум и Мерт Езэджиоглу. А вот Хазал Кая в проекте не будет. Некоторые не очень компетентные журналисты поспешили внести и Хазал в список актеров, которые сыграли «Защитники», но эта информация не соответствует действительности. Если Хазал и снимется с Чаатаем, то в фильме, а не в сериале. Что касается даты выхода второго сезона, здесь ясности пока что нет. Вице-президент Netflix пообещала, что они выпустят проект в следующем году, однако не уточнила дату выхода. Известно только, что вторая книга «Ипек Гигдель» «Каракелем или странная история молодого человека», на основе которой и создавался «Защитник», выйдет в январе 2019 года, то есть менее чем через месяц. Чтобы знать последние новости турецкого шоу-бизнеса и другие интересные факты, подписывайтесь на наш канал Тимми на YouTube. Зд Graphics Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok